А это кто? Привет, я Медведь. Вот такой красивый серый, с голубым носиком и розовым бантиком. Как он висит в воздухе? Юмичу, это просто медведь на палочке, потому что его вытащили из букета. Медведь на палочке? Что это за что-то такое? Это самый первый мишка в моей коллекции. Так, Юмичу, не трогай мишиного медведя. Нет, я хочу его проверить, этого летающего медведя. Он не летающий, он на палочке. Это первый мишка в коллекции мишиных медведей. Да, у меня уже большая коллекция. Нет, подождите, я придумала. Надо его сделать подписочным медведем. Юмичу отдай, он несъедобный. Знаю я, что он несъедобный. Я сейчас тебе покажу, как надо делать. Что ты хочешь? Ты его берешь, и он залетает в кадр. А я говорю, подпишись. Залетает в кадр? Как, вот так вот? Нет, не так, по-другому. Вот так вот? Нет, так тоже неправильно, Аня. Ну, а как? Ну, берешь его наверх, и потом раз. Вот так? Нет. Вот так? Да, я такая его озвучиваю. Я подписочный медведь, подпишись. Посмотри лучше, как он смешно крутится. Нет, нам не нужен такой бешеный подписочный медведь. Ну, ладно. Жалко, сегодня с нами опять нет Софи. Да, она до сих пор болеет. Но Софи сказала, что я должна, как и обещала подписчикам, показать свою коллекцию мишек. Не переживайте, Софиша выздоровеет. Надо, чтобы подписчики ставили очень много лайков. Зачем, Юми? Чтобы Софи, когда в кровати смотрит видео, взяла много лайков и знала, что это все ее поддерживают. А, прикольно. А мы с тобой, Мишаня, уже показали одного мишку. Дайте-ка мне летающего медведя. Ребята, я пойду проведаю Софишу и сейчас к вам вернусь. Ну вот, даже у Миши есть своя коллекция мишек. А я так до сих пор ничего не собираю. Киса, Алиса, ну тебе же предлагали подписчики собирать, например, шарики. А я не хочу шарики. А что ты хочешь собирать? Не знаю. Ну попроси подписчиков еще раз написать предложение в комментариях. Про то, что мне собирать? Да. Что ты хочешь коллекционировать? Может, собачек? Собачек уже коллекционирует Эйвен. Но я же собака. Я тоже хочу коллекционировать собак. Да подожди, так не интересно. Тебе нужно коллекционировать что-нибудь другое. И ты не собака. Собака. Ты же покемон. Ладно, нет, ну собака. Но тебе нужно придумать собирать что-нибудь свое. Ну что, что мне собирать? Ой, опа. Пока Миша там будет свою коллекцию показывать, я нашел рецепт съедобного лизуна. Пойду попробую его приготовить. Буду делать сегодня съедобный лизун. Только он будет собачий. А не для двуногих. Но такой можно и для двуногих делать. Короче, я пошел, девчонки. Эйвен, ты куда? Делать съедобного лизуна. Он тут пока мы заняты были, нашел рецепт в интернете. Ох, Эйвен, вечно он где-то пропадает. И что-то придумывает. А Аня опять не знает. Муку двуногих нам нельзя. Я должен делать собственную муку. И мне поможет блендер Ваня. Ух ты. Ничего себе. Так не честно, Юмичу. Ты опять смотрела без меня ролики. Так ты спала опять. А я слышала, как ты на Мэджик Фэмили смотрела ролики. Так ты же там даже была, когда мы его снимали. Ты про какой из них? Про сумасшедшие товары для питомцев. А, про заморозку для какашек? Да, и про передачки. И про выгуливатель для рыбак. И про целовашку? Да. Ну так мы же вместе этот ролик снимали. Ну и что, но ты-то его на главном канале посмотрела? Ну так иди и посмотри. Мы же всегда оставляем ссылки в описании. Но ты опять без меня смотрела. Зато мы можем с тобой посмотреть новый ролик на Мэджик Фэмили. Про машину подарков от подписчиков. А уже новый ролик есть? Да, ты уже два ролика пропустила. Я хочу посмотреть. Вот вместе их и посмотрим. А что это за машина подарков? Аня же была в Москве на фан-встрече с подписчиками. Их там было так много, что они надарили кучу подарков. Целую машину. И Аня распаковывала их на главном канале. Я хочу посмотреть. Подожди. Мы вот сейчас снимем коллекцию Миши. И пойдем вместе посмотрим. А взрывы коней пропадут. Не пропадут, Алиса, не переживай. Ссылка будет в описании. И ролики уже на канале Мэджик Фэмили. Куда они денутся? Обещаю, что вместе посмотрим в этот раз. Обещаю, обещаю. Вместе посмотрим все. И ты потом вместе с нами, когда смотришь это видео, пойдем и посмотрим те ролики. Они очень классные. И там столько всего. Я ссылки оставлю в описании. Вот это наш блондер-вана дает. Все аж трясется. Аня, кстати, а где тогда моя покемона коллекция? Ты имеешь в виду кучу своих вещей с Пикачу? Да, но это даже не все. Да, не все. У меня еще большие покемон-болы. Да, Юмичу. А свитшот? Вот он, твой покемон-освитшот. Я его недавно заказала, и это еще не вся моя коллекция. Да, Юмичу, потом как-нибудь покажешь ее подписчикам. А где Эйван? Это же его коллекция песиков. Он ушел по делам. У него намного больше, чем у меня. Мы уже показывали коллекцию троллей Софи, а сегодня показываем мою коллекцию мишек. Может быть опять сделаем опрос? Хорошо, девочки. Как обычно, сделаю опросик вот тут сверху в углу. Только моей коллекции там не будет в вашем опросе, потому что нет комментариев. Внизу, что мне собирать, не пишет никто. Вот и голосуйте, а меня в опросе не будет. Алиса, ребята тебе что-нибудь обязательно напишут. Не пишет мне никто. Да, и никто на твою фан-встречу не придет. Юмич, не обижай Алису. Так, моя мука из лакомств готова. Теперь нужно ее хорошенько процедить через ситечко. Насыпать ситечко и процедить. Хорошенько надо папу потрасти. Получается мука. Самый большой в моей коллекции это вот этот мишка. Миша, почему ты решила собирать мишек? Потому что я миша, и подписчики говорят, что я похожа на мишку. Вообще-то да. Этого мишку мы же недавно показывали, его же в посылке прислали. Да, большинство моих медвезей из подарков от подписчиков. А вот этот мишка, по-моему, не из подарков. Да, это очень старенький медведь. Прямо ретро. Его подарили мне, когда я только очутилась в нашей семье. Ой, простите. Он очень старенький и тоже большой. И его можно использовать как красивое украшение на Новый год. У него тут и шапочка с бубенчиком, да? Да, и еще шарфик. А еще у него очень милые ботиночки. А ножки у него металлические, он может на них стоять. Чтобы он был устойчивый, в ботиночках у него песок. Ой, тут, ребята, дырочка появилась, из которой песок выпадает. Надо зашить. Вот такой красивый старинный новогодний медведик. Прикольно, че? А если я собака? Всякие разные косточки буду собирать. Коллекция игрушечных косточек, как у настоящей собаки. Ой, Алиса. Следующий мишка из моей коллекции темно-коричневый. Очень мягкий и с золотым бантиком. Мне кажется, он больше всех похож на тебя. Да, его мне тоже прислали подписчики. Он плюшевый, мягенький и очень красивый. А на нижних лапках у него бежевые подушечки. И глазки у него миленькие. Давайте вот этого вот медведя в юбке покажем. Ох, я мечу. Но это же девочка. Медведиха? Крупные куски лакомств отсыдил. И получилась собачья мука. А теперь мне надо две, две, ой, столовых ложки. Отлично. Мне нужно аккуратно вылить 50 миллилитров горячей воды. Но не кипятка. Так, помешаем. Двуногим-то пищевой краситель можно, а вот собакам нельзя. Зато у меня есть свекольный сок. Им-то я и покрашу своего лизуна. Отлично. По-моему, пока хорошо получается. Это медведь девочка. У нее на голове блестящие цветочки, а в ушах сережки стразы. И она в красивой юбочке. А на юбочке тоже цветочек со стразой, прям посередине. Она такая маленькая, вмещается мне на ручку. Да. А еще у тебя есть Винни-Пух. Да, он желтенький. У него красный язычок и красный бантик на груди. И нарисованные брови. Его тоже подписчица прислала? Да. А как его зовут? Винни-Пух. Может они будут мужем и женой? Миша, а может быть ты остальным медведям тоже дашь имена? Да, точно. Хорошая идея. А это парочка керамических медведей, они не мягкие. Один держит сердечко, я люблю тебя, а другой подарок. Их мне принесла наша подписчица из нашего города. Я думаю, что это мальчик и девочка. Может они просто друзья? Да, и правда, красивые мишки. А им ты тоже имена не придумала? Следующий медведь. Мне кажется, это даже брелок. Свекла покрасила мою муку, но мука пока комками. Капну-ка я сюда немного растительного масла. Вкусный будет съедобный лизун. Только никак у меня не получается его замесить. Его же нужно превратить в шарик. Придется все-таки звать Аню. Мда. Бежевый мишка держит надпись на английском. А на голове у него шрамик. А на щечках сердечки. Все-таки это брелок. Да, написано там на английском. А что там написано, Миш, ты знаешь? Эээ, нет. Forever friends. И что это значит? Это значит друзья навсегда. Класс. А сейчас еще один мишка из моей коллекции. Вот этот? Нет, тот, другой. Этот потом. Вот этот? Да. Что это у него с ногами? Что это такое? Что это за лыжи? Какие лыжи на медведе? На шее у него желтый шарфик. Юмичу, перестань. Я хочу понять, что это такое. Это не лыжи, это коньки. А, точно. Зимний мишка в шарфике. И последний медведь. Ой, подождите девочки. Эйвен где-то кричит. Эйвен? Что ты тут устроил? Я делаю съедобный лизун. Съедобный лизун? Из муки только для собак. Я ее сам сделал. Кипятка и свекольного сока. Ох, Эйвен, вечно ты что-нибудь устраиваешь. Мне нужно, чтобы ты его пожамкала. Хорошо, я пожамкаю тебе его. Но больше так не делай. Сколько раз можно говорить? Достаточно? Мне нужно, чтобы ты еще его в холодильник положила. Сам положишь, Эйвен. И прибери тут все за собой. Что там, Эйвен? Ничего, лизуна какого-то делает. Съедобного. Ты его ругала? Нет. Но он все делает без спросу. Ах, татуля. Это твой последний мишка? Да. Он очень прикольный. Как будто самодельный. Да, как будто хэндбэй. Давайте положим его сюда ко всем мишкам. Юмичи только не ронили. Надо им всем придумать имена. Вот такая вот у меня коллекция. Так, давайте я потихоньку мишек сложу и схожу к Софише. Девочки, приветствуйте мой первый в жизни съедобный лизун. Правда, что ты съедобный? Вкусный антистресс. О, Эйвен, ты уже принес лизуна. Давай-ка посмотрим, что у тебя получилось. Пахнет очень вкусно. Я что, правда можно съесть? Он из съедобных продуктов. Мне кажется, Эйвен, что твой съедобный лизун больше похож на съедобный самодельный пластилин. Или кинетическую глину. Потому что он слишком рассыпчатый. Он не тянется, видишь, он ломается. Но ты, конечно, молодец. Зато его можно есть. Отберешь и ешь лизун. Круто, я просто хочу. Да подождите же вы. Но явный плюс твоего творения, Эйвен, в том, что руки не пачкаются. И его, правда, можно мять как антистресс. Давайте уже его съедим. Как быстро пахнет. Но тебе, кисалиса, его нельзя, потому что Эйвен сделал муку из собачьих лакомств, а не из кошачьих. Но я же собака. Смотрите, как он здорово мнется, правда, как съедобный пластилин. Очень хороший антистресс. И не только для вас, но и для людей. Давайте что-нибудь из него слепим. Да, пожалуй, давайте его разделим на три части. И слепим из него снеговика. Скоро же зима. А потом его съедим, съедим потом его. Съедобный красный снеговик. Маленький шарик для Юмичу. Средний шарик для Миши. И большой шарик для Эйвена. Эйвен, ты это уже съел? Да, я... Юмичу, ты что, тоже? Да, Миша, дай нам свой. Нет, я вам не дам. Пойду себе свой съедобный лизун сделаю. Оставь лайк, если ты не редиска. И скорее нажми подписку. А еще там есть колокольчик. Если ты его нажмешь, слово в первом увидеть наш ролик. Первым одним аж, ставить свой коммент. Значит, возможно, 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 он наше видео вдруг попадет. Юмичу, остановись. Ой, ну хватит вам, старики.